Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Смертельный клад. С ковша эскалатора посыпались патроны. В городе нашли оружейный склад. На каком уровне преступность? Возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах. И как с ней бороться? Обсудили в горисполкоме. И больно, и смешно. Ребенок сломал шлагбаум головой. Покажем. Мы начинаем. На минувшей неделе во время прокладки водопровода в Бобруйске нашли подземный арсенал. На глубине полутора метров находились десятки единиц холодного и огнестрельного оружия и около тысячи патронов. Сейчас на улице Володарского уже ничего не напоминает об интересной находке. Однако 3 июля здесь случайно обнаружили подземный оружейный склад. На арсенал во вторник утром во время земляных работ наткнулся машинист спецтехники Бобруйского водоканала. В тот день специалисты прокладывали водопровод недалеко от частных домов. Начали копать эскаватором. С ковша эскаватора посыпались патроны. Поэтому работы сразу же были приостановлены и вызваны наряд милиции. На место происшествия незамедлительно прибыли саперы и следователи. Движение транспорта и пешеходов на участке сразу перекрыли. А уже спустя несколько часов военный клад оказался на столе у бобруйских экспертов. В дальнейшем будут проводиться исследования и экспертизы по ним. Часть из них, в зависимости от степени коррозированности, могут относиться к 1912 году. На глубине полутора метров обнаружили десятки единиц холодного и огнестрельного оружия. И около тысячи боеприпасов. В арсенале винтовки Мосина, сабли, штык-ножи, маузеры и патроны пулеметного калибра. Получить точную информацию о холодном орудии сейчас предстоит сотрудникам экспертно-криминалистического отдела Бобруйска. Что касается огнестрела, он направлен в Могилев. Мария Бресневич, Иван Боровой. Итоги недели. Минус 7%. В этом году количество преступлений в Бобруйске заметно снизилось. Вместе с тем, горожане не перестали хулиганить, а подростки продолжают переходить дозволенную черту. Накануне на заседании горосполкома силовые структуры вместе с руководством города промониторили статистику и выдвинули предложение по сведению беззакония до минимума. О том, что сегодня в топе злодеяний и как берегут подростков от скользкой дороги. Ангелина Дикун. 21-летний Никита Юрковец из неполной семьи. Поэтому во многом мужской характер и приоритеты в жизни парень выстраивал сам. 7 лет назад в самый пик интереса многих подростков к алкоголю и сигаретам выбрал спорт. Сегодня он победитель многочисленных престижных соревнований и пример для сверстников, попавших в непростую жизненную ситуацию. У меня тоже бывают провалы и неудачи, но я не запиваю их алкоголем, не забрасываю их наркотиками. Я собираю сумку и иду в тренажерный зал решать эти проблемы здесь. К слову, в этом году среди несовершеннолетних не зафиксировали ни одного преступления под шофе или действием наркотиков. Но, к несчастью, процент краж, порча имущества и хулиганства снизился всего на несколько пунктов. Возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах с 8 до 10. 5 из 10 совершенных преступлений совершил несовершеннолетний Буров, серия краж из автомобилей. В ответ на цифры статистики и анализ видов преступлений, председатель горисполкома сделал акцент на время совершенных злодеяний с 21.00 до 8 утра, когда, по сути, юноши и девушки должны спать. Поэтому снова напоминание о роли родителя, воспитателя и учителя в судьбе подростка. Я хочу, чтобы на самом деле мы уделили пристальное внимание и привлекли сюда, начиная от руководителей школ, училищ, стузов, тузов, всех как положено, чтобы они все понимали ту ответственность. И если, как я уже говорил, если он приезжает к нам учиться с периферии, то мы должны про него знать все. Что он из надежной, либо не был надежной семьи, что у него есть склонность к тому, к тому, к тому. Однако надзор не панацея. Помимо присмотра, как необходимость, выступает содействие с разными службами города. А также достойная альтернатива. И здесь на первое место выходит спорт. Мы тоже вносим неплохую лепту. И на примере несколько ведущих спортсменов, тот же Игорь Бокин, наш неоднократный призер, достаточно был сложный мальчик в школе. И благодаря спорту, когда его привлекли тренеры здесь, и он начал заниматься, вот мы получили то, что мы имеем. И таких еще можно назвать Виктор Курлянчик, Лазакович Павел, которые сегодня являются действующими спортсменами, которые выступают на официальных соревнованиях. Они были тоже относились к так называемых трудных подростков. Что касается взрослой преступности, то подростковых статей здесь смело дополняют насилие в семье, алкогольный бизнес, проституция, грабежи и взяточничество. По последним 38 фактов за полгода. А еще беспредел на дороге. В особенности отличился служебный транспорт отдельных организаций. И на должном уровне осуществляется контроль технического состояния, транспортных средств перед выездом на линию в таких предприятиях и организациях города, как Бобруйский мясокомбинат. Это допуск без ТО. Бобруйский завод ТДА допуск без ТО. Бобруйск Транс допуск без ТО. Бобруйск АТЭП тоже допуск без ТО. Готовы помогать правоохранителям и госслужбам добровольной дружины. Горожане нередко принимают личное участие в профилактике правонарушений. В частности, Никита Юрковец целый год в рамках проекта «Две стороны жизни» записывал видеообращения. Их наша съемочная группа демонстрировала в колонии для несовершеннолетних. Впечатлились многие. Для меня этот человек, можно сказать, даже каким-то примером немного стал. Чтобы как-то держаться, как-то распланировать все, чтобы вернуться даже на свободу адекватным человеком, чтобы приносить пользу обществу. Я захотел стать нужным именно людям. В целом, работа по борьбе с преступностью в городе отвечает принципу своевременности. За первое полугодие выросло количество раскрытых дел. И практически сошли на нет тяжкие статьи Уголовного кодекса. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. И авария. Из-за невнимательности в России ребенок сломал головой шлагбаум во время велопрогулки. Мальчик вместе с отцом катался на байке. Не заметил шлагбаум и протаранил его головой. Возможно, школьник отвлекся и попросту не увидел препятствия. Удар пришелся прямо по лицу юноши. Его родитель благополучно объехал заграждение, после чего помог сыну. Тот отделался лишь небольшим ушибом. Вскоре они продолжили прогулку. А вот механизмы теперь наверняка потребуется ремонт. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова